Хе-хей! Ну, наконец-то, наконец-то началась серия бесплатных мастер-классов по Вабикуси. И сегодня мы будем повторять рецепт по патенту Амана. Ну, точнее, мы будем повторять описание готового уже оконечного изделия, а уж рецептуру, исходя из своего личного опыта, я подберу сам. И сделаю это наиболее дешевым, наиболее простым способом, для того, чтобы любой мог повторить его за мной. Итак, что мы сегодня будем делать? Амановское описание Вабикусы – это сферическое изделие диаметром 9 см, высотой 5 см. Ну, то есть, вот такая вот не очень большая, но и не самая маленькая кочка. В начинке в описании указан торф. Я буду использовать торф Классман. Это самый чистый, самый хороший из встречаемых торфов. Продается он всегда в наличии в московском доме фиалки. Кто в Москве, заходите, заезжайте. Вам всегда его продадут. 55 рублей за двухлитровый пакет. Ну, естественно, если так вот порассуждать, то самым лучшим, конечно, торфом был бы волокнистый, необработанный, природный. Но, к сожалению, таковой я сейчас раздобыть зимой не могу. Что у нас будет из оболочки? В оболочке указан сфагнум. Мы берем новозеландский сфагнум. Это брикетированный, прессованный мох. Конкретно из вот такого вот пакета, весом, по-моему, 150 граммов, да, 150 граммов, получается 12 литров готового сфагнума. Этот сфагнум гораздо чище нашего, европейского типа сфагнума. Он гораздо плотнее, он хуже гнил. И выбрал я его неспроста. Дело в том, что в Японии европейский сфагнум встретить невозможно. И японцы покупают всегда вот такой вот новозеландский, брикетированный. Поэтому, поскольку мы хотим, чтобы наша рецептура максимально походила на японскую, мы будем использовать ее. Сегодня мы сделаем две вобикусы. И для второй нам понадобится вот такая сетчатая ткань. Вот. Напоминает ткань для сачков. Продается она в магазине ткани. И называется она фатин. Запомните это слово. Они существуют разных цветов. Я выбрал черную. У нас черную ткань. И к ней же пойдут черные нитки. 150 рублей за погонный метр. То есть здесь получается метр, соответственно, длины и 150 сантиметров ширины. К ней черные нитки. 28 рублей. Потом нитки под цвет сфагнума. Для одного из рецептов. Тоже 28 рублей. Вот. Плюс, что нам понадобится из инструментов. Маленькие мини-кьюрные ножнички. Пинцетик. Небольшой. Вот такая проволока для подвязки растений. Не помню, сколько она стоит. Продается в обе. Всегда, насколько помню, в наличии была. Эта проволока не содержит в своем составе медь. Поэтому она не окисляется и не дает ядовитых окислов. Вот. Вот именно такая. Есть другая. Сейчас покажу. Она плоская. Она в составе точно такая же. Но ей будет потом очень неудобно работать. Поэтому запомните вот такой вот зелененький моточек. Камушки. Мы будем использовать в качестве грузика. Вот. В обе куски они добавляются. Я сразу говорю. Немножко камней на каждую обе куски. Засыпать в грунт мы будем вот таким вот совочком. Вы можете делать это руками, листом бумаги, чем угодно. Начнем мы, естественно, все с махового стакана. И для этого вам понадобится основа для изготовления махового стакана. Это бутылка черноголовки. Я выбрал ее потому, что ее диаметр 8,5 см. То есть, после того, как мы еще уложим слой сфагнумом, у нас как раз получится порядка 9 см. Что приближает нас к стандартам компании идеи. Вот. Одна бутылка пустотой черноголовки. Если у вас есть возможность, лучше берите банки. Потому что банку проще поставить на горловину и работать с ней. С бутылкой сложнее. Мне придется тут попотеть. Ну и как же еще растения, которые мы будем высаживать? Со своего огородика эмерсных форм аквариумных растений я настриг всевозможных. Там, людвиги, баклоп, каких-то гигерофил. В общем, всего понемногу. Надеюсь, нахватит на несколько мастер-классов. Про запас еще несколько горшков прихватил. Растений. Приступим. И первым делом мы изготавливаем два. Замечу. В этом мастер-классе мы будем производить две. Изготовить две бакусы. Два маховых стакана. Поехали. Два стакана маховых готовы. И теперь приступаем к засыпке торфом. Перед засыпкой я рекомендую все-таки маховые стаканы на просвет проверить. То есть, нет ли зазоров каких-то оставшихся. И, если что, выложить изнутри кусочками сфагнума. Прикрыть эти места, чтобы потом через них ни грунт, ничего не высыпались. Так, поехали. Заполняем маховые стаканы. Сори, зацепился. Так, давай тебе. Распределяем грунт равномерно по всему объему. Немного грунта засыпали. Теперь дело за грузиками. Распределяем их по площади равномерно. Для чего нужны грузики? Для того, чтобы кокедама на сильном течении у нас не плавала. Я неоднократно видел такие картины, как в магазине продается вобикуса. Вы уж извините, я буду иногда слово кокедама вставлять. Потому что для меня вобикус не существует. Это все-таки все кокедама. У меня вот материал растения по течению. Когда мы там вобикус, вернее, наворачивала круги. Так, ну вот, установили. И продолжаем засыпать грунтом. Спросите, а где гумус? Где глина? Ну, ребята. Вы просто не знаете ничего о грунтах. Когда я сделаю вобикуса, я расскажу в конце мастер-класса про грунт. Сейчас своих 5 сантиметров не получили. Будем делать максимально приближенно, опять же, замечу, к патенту Такаши Амана. Готовчинка. Соединяю вот так вот. Сейчас прижмем, сожмем, утрамбуем. И будет утяжечка уже. Но стягивать, опять же, не рекомендую очень сильно. Это вам не какие-то дамы, господа, где важно получить плотный слой, который будет защищать грунт от пересыхания вобикуса. Потому что все-таки она в воде находится. И это надо учитывать. Ей утяжка сильно не нужна. Главное, чтобы грунт не просыпался. И хорошо, нормально поступала вода и питательные вещества, главное, из воды. Ну-ка, диаметр посмотрим. Ну, диаметр утянем 10 сантиметров. Нормально. Так, сейчас финальная обмотка. Уже для формирования самих шаров. Ну, вот такие две кокедамки в обе куске получились. В конечном итоге я их очень сильно не утягивал. Они мягковатые достаточно. Но не разваливаются. Вот. Синтетическая нить использовалась точно такого же цвета. Стоит вот эта катушка подорожная, стоит 70 рублей. Но в ней нити побольше. Сейчас, что мы, подстрижем, подстрижем вебекуск, чтобы нам не мешались вот эти все лишние торчащие кусочки мха. С аккуратной вебекусой, как и с аккуратной кокедамой, очень удобно работать. Ну, смотрите, аккуратно не перережьте нити. Готово. Теперь сполоснул. Итак, помыл вебекуски. Отмыл от состриженного сфагнума. От торфяной грязи. Итак, что мы будем сегодня сажать? Ну, во-первых, я вот такую сборную солянку из аквариумных растений прихватил из дома. Тут и бакопы, и гиграфилы, и людвиги, и, по-моему, ставрогин где-то здесь был. В общем, много всего. Но, конечно, на вебекус много такого не хватит. Поэтому я прихватил еще денежник золотой. Вот денежник. Ставим его сюда. Вот такой красавчик лимонничек компакт. Это вообще самое любимое мое аквариумное растение. Так. Наши вебекусы. И приступаем к посадке. Нам понадобится пинцет для некоторых вещей. Вот такая проволочка. Ножнички, соответственно. И маленькие ножнички для работы с растениями. Для настебельки лучше высаживать на поверхность вебекусы. И об этом я неоднократно в своих статьях писал. Давайте по порядку. Значит, вот. Оттуда, откуда у длинности бельки растут листики и корешочки, называется узел. Расстояние между двумя узлами называется междоузлие. Соответственно, вам необходимо отщипнуть макушку или срезать ее у длинности бельки. Начеренковать, ну, скажем так, по пять междоузлей, например, куском. И крепить мы будем на поверхность. То есть, вот так вот закреплять длинности бельку при помощи лески. Мы из нее, лески, проволоки. Мы из проволоки сделаем сейчас вот такие небольшие, ну, режьте сантиметр по три кусочки, небольшие скобки. Эти скобки мы будем втыкать в грунт, в обекусы, в поверхность, в сварму. И тем самым закрепим. Когда у ростка нет макушки, он начинает пускать из узлов побеги. Так, ну вот, сейчас немножко нарезали. Дальше берем скобку, просто складываем ее пополам, сгибаем. Вот получается на камеру там. Может кривенькая, там, косенькая, но это не страшно. Уложили стебель и несколькими такими скобками мы его просто пришпиливаем. Раз пришпилили. В тех местах, где узлы касаются поверхности сфагнума, мокрого, растение в дальнейшем пустит корешочки. Вот. Тем самым еще простимулируется рост побегов. И в итоге мы будем иметь густую поросль. То, что я сейчас высаживаю, это бакопа мания. Когда она разрастется, то основного побега уже не будет видно. Скобки потом уже можно будет убрать, когда корешочки пронзят сфагнум, укоренятся в нем, в них уже не будет ровным счетом никакого смысла. Вот таким же образом вы можете потом загущать. отрастили побеги, срезали, оставив там несколько узелков буквально, для того, чтобы они ветвились. А срезанное сразу на вопекусу укладываете, опять крепите. Достаточно изначально одного пучка растений перевести в на эмерс, пока будет переводить, она уже сама разрастется, то есть будет уже побольше стеблей. Ну, естественно, смотрите сами, как вам интереснее смотреть на композицию из зарослей одного растения или из нескольких. То есть, вы можете, допустим, какую-то покровочку, химиантус, кубы, конечно, там не подстрижешь вот так вот, чтобы макушечку отрезать и так далее. Я даже у самых крупнолистных длинностебелек бывает срезаю листочки, отрезаю, для того, чтобы они не сгнили. Потому что бывает при контакте с мокрым сфагнумом иногда они гниют. Ну, все зависит, конечно, еще и от того, в каких условиях содержатся. Вот, нашел росток судя по запаху это бокопа каролинская, у нее макушечка не срезанная здесь. Вот, для того, чтобы стимулировать рост почек в узлах, ее придется срезать. Иначе продолжит рост именно макушка. Редко такой побег будет давать боковые побеги. А нам как раз необходимо наши заросли загустеть изначально. и отличие, вот, например, иммерсной формы бокопа каролинской от бокопа манья. У нее, видите, у каролинской покрупнее лист, и он покраснее. Ну, и плюс наличие аромата. У манья такого нет. Вот, кстати, еще аннотация к способу на скобках от романа. Вот, смотрите, я вам рекомендовал сейчас сфокусируется, рекомендовал узлов пять оставлять, а Амана в своем патенте изобразил вообще что-то, нечто с чем-то. То есть, один узел с небольшим количеством междоузлей на них. То есть, вот представьте себе, вот таких шмакозявок высадить по две скобки на каждый узелочек. К тому же растение развивает воздушные корни и побеги, исходя из собственного запаса питательных веществ. Откуда она берет его? Из стебля. Если мы совсем чуть-чуть стебли оставим, то шанс выжить у него, мягко говоря, мизерный. Поэтому я не стал рисковать и вот таким вот образом резать длинности бельки для посадки. Я брал все-таки покрупнее делянки, то есть, на 4-5 узлов и их уже приматывал. Вот лимонник, ребята, у него жестковатый стебель, но пока они еще тоненькие, их можно вот так же крепить на поверхность. Если у вас лимонник уже такой ядреный, который нифига не согнешь, то тогда придется его черенковать и сажать корешками в грунт. Делается это очень просто. Берете пинцетом, создаете какое-нибудь отверстие, выбегусь корешки. можно, кстати, еще и подрезать, если они очень длинные. И втыкаете. Все. Ну, на самом деле здесь многовато у него листвы, он будет прикрывать остальные растения, поэтому тут самые нижние листья можно срезать. тут уже есть побеги боковые, так что этот кустик будет разрастаться. Одна в обе кусок готова. Вот так я ее пришпилил растение. Значит, здесь бакопа манье в основном, одна веточка попалась бакопа каролинской и наш лимончик компакт. Но следующую вобикусу я буду делать совершенно другим способом. Первая вобикуса отмокает, приступим ко второй. Способ посадки растений в данном случае, который также описан в патенте Такаш Амана, это посадка растений при помощи сетки. То есть смысл следующий. мы распределяем растения по поверхности, имеется ввиду длинности бельку. Затем необходимо накрыть сеткой и утянуть ниткой. При этом из узлов ростки будут пробиваться сквозь сетку. итак для этого мы берем кусок фатина. Напомню, эта ткань называется фатин, продается в любом магазине ткани и определяем, размечаем нашу будущую поверхность, которую мы будем этим фатином утягивать и обрезаем излишки на расстояние где-то сантиметра от дна нашего бикуса. получилось, что получилось. Другой способ у меня сейчас зародился в голове это уложить ткань, разложить на ней растения, уложить небольшой слой сфагнума и просто в обикусу макушкой на сфагнум положить, притянуть ткань и соответственно закрепить нитями. Не знаю, сейчас посмотрим какой из этих способов удобней. Да, так укладывать потом, чтобы сеткой притянуть, но это сложно. Ой, да, надо было наверное все-таки попробовать сразу вторым способом. Так, нити нам нужны черного цвета. Все-таки у нас фатин сам по себе черный. Опять же синтетика, как всегда. Так, и сейчас будем все вот это вот укладывать и заматывать. Так, момент истины. что-то уже начало вырисовываться. так, ну что, положу отмачиваться. Пока вабикуса замачиваются, давайте поговорим о том, почему же все-таки в качестве грунта Амана прописал в патенте именно верховой торф. Ведь у тех же самых японцев верховой торф это завозной продукт. и он тоит естественно дороже, чем у нас с вами. Дело в том, что верховой торф как продукт оконечного гниения сфагнума он не гниет сам по себе. Он не закисает, он не затухает, он не плесневеет, если в нем нету мусорных добавок. И он является слабо питательным продуктом. Если вы посмотрите например на любителей киснейревых, в частности узамбарской фиалки, то вы увидите, что у них есть безземельная смесь на основе верхового торфа. Почему безземельная? Потому что она не содержит гумуса, питательного гумуса, который в акваринной воде опасен тем, что он может закиснуть. Он может закиснуть, может затухнуть, покрыться бактериями, может начать гнить корневая система растений. Поэтому верховой торф он безопасен для растений. Большинство аквариумных растений это болотники. Они привыкли к таким грунтам уже сами по себе. Даже неболотные растения, как те же самые фиалки, спокойно, замечательно растут в верховом торфе. Им достаточно в нем и укореняться, и вырасти, и зацвести. А сама вабикуса это вообще продукт временный. То есть сама вабикуса это инструмент, который созревает. Созревает он на протяжении нескольких месяцев в тепличных условиях. Его разращивают для того, чтобы в дальнейшем использовать в аквариуме. Дальше роль поставки питательных веществ на себя берут уже аквариумная вода в случае длинности берег и питательный грунт в случае кустовых растений и длинности берег в том числе. То есть вы должны понимать, что вабикуса в аквариум она высаживается в то место, где должны расти спокойно здоровые растения, те же самые, что в вабикусе, без использования самой вабикуса. То есть если вы запланировали что у вас будут крипто корины расти, у вас должен быть грунт подходящий для крипто корин и уже в этот грунт вы втыкаете потом в обикусу с крипто коринами. Если у вас длинности бельные растения должны расти, то соответственно грунт подходящий для спокойного замечательного здорового роста длинности бельных растений и уже туда высаживается вабикуса с длинности берегой. И, соответственно, необходимо понимать, что параметры воды в аквариуме должны быть точно такими же, как и для содержания растений без вабикус. То есть, вабикуса это инструмент для быстрого дизайна аквариума. Это не решение каких-то ваших проблем с незнанием культивирования растений в аквариумистике. Она не решит все эти проблемы, просто-напросто вы не научитесь содержать растения, это факт, если будете полагаться только на волшебную вабикусу и какие-то ее там замечательные свойства. Причем даже вабикуса, обогащенная питательными веществами, черноземом, каким-то биогумусом изначально и так далее, ее хватает, этого биогумуса, извините, на несколько месяцев всего лишь. И что вы будете выкапывать вабикусу уже с разложившимся сфагнумом из грунта, пылить, мусорить и пытаться сделать еще одну вабикусу? Нет, конечно, она высаживается на постоянное место. То есть, у вас уже должны быть задумки в дизайне, где эти растения должны будут расти. Также обращаю внимание, что вабикуса создаются специалистами для новичков. Или специалистами для специалистов, опять же. То есть, для скейперов и для новичков. Новички получают вабикусу то же самое, любой продукт идеи, в состав которого входит вабикуса. Вы можете посмотреть, что есть инструкция, как эта вабикуса в данном продукте должна располагаться и как за ней ухаживать. А уход за вабикусой в надводном состоянии весьма простой. То есть, вы опрыскиваете растения удобрениями. У компании идеи есть линейка ДОА. Включая удобрения спрея, которые применяются специально для надводного содержания вабикус. Не надо изобретать каких-то велосипедов и присуждать продукту какие-то мифические свойства. Это, да, хороший продукт, но надо знать, где его применять и как его применять. Во всем остальном, ну уж извините, если вы пишете, что у вас проблема с глиняной пылью в аквариуме. Ну, вы сами виноваты, что в вабикусу добавили глину. Если у вас есть проблема с ростом бактериальной пленки на поверхности вабикуса из-за того, что вы применили грунты, содержащие гумус, то это и ваши проблемы, опять же говорю. Самый простой способ, самый дешевый, замечу, самый безопасный, вот то, что я сейчас показал в мастер-классе, вот эти сами вабикусы на основе верхового торфа. И сразу скажу, что и в теплицах вот у себя я выращиваю иммерсные формы аквариумных растений в том же самом торфе, который я сегодня применил для мастер-класса. То есть все коршочки, в них установлен, уложен грунт классман, вот этот вот самый торф. Единственное, что я его разрыхляю еще перлитом дополнительно. И страшного ничего в нем не происходит. Если вы считаете, что вабикуса не жизнеспособна с торфом верховым, то обращаю ваше внимание на кокедаму, который назывался у меня болото, и в нем росла сарацения. Это болотное насекомоядное растение, и замечательно росла, и давала шикарную листву, и даже цвела. Так что вабикуса на верховом торфе имеет место быть как очень замечательный продукт. Дешевый, замечу, да, то есть 55 рублей за 2 литра. Даже вот на создание двух вабикуса и литра не ушло грунта. Сфагнум. Да, сфагнум желательно, конечно, новозеландский. Почему? Потому что он более стойкий к гниению. То есть гниение сфагнума произойдет гораздо позже, и гораздо дольше проживет композиция. Особенно если вы используете вабикусу в надводном содержании. Я сразу скажу, что среди продуктов компании EDI, которые являются авторами вабикуса, у них мерстного, то бишь надводного применения гораздо больше, чем подводного. То есть в подводном это вы либо вкопали в грунт, либо вы уложили на грунт. А надводное это и подвес, это и установка инсулариумного типа на камни, это вертикальная стена из вабикус, это вабикусы в плошке, это вабикусы в вазоне, это вабикусы в водопадных террасных аквариумах. Куча применений, и все они надводные. А подводных всего-то ничего. То есть в любом случае, в любом случае вам даже будет интереснее смотреть на то, как развиваются аквариумные растения, которые у других растут под водой, просто там на подоконнике в плошке, или на подоконнике в вазоне. Или вы можете создать какую-то интересную композицию свою. И сразу скажу, что да, растения меняются. Надводные формы растений, они могут выглядеть в корне по-другому. У некоторых, правда, бывает, пропадает красный цвет в окрасе. То есть если в подводной форме листва была красная, а ствол красный, то в надводной форме ствол может остаться красным, а листва может позеленить. Размер листвы чаще всего уменьшается, но бывают и случаи, когда, наоборот, размер листвы увеличивается. Как, например, лабелия кардинальская. В аквариуме это 15-сантиметровые заросли, а в иммерсной форме это побеги высотой до 90 сантиметров, если учитывать длину цветоноса. И листва меняются. И не всегда в худшую сторону, как, допустим, у Deformis гикрофилы и у гикрофилы бальзамической. Та же самая лабелия, она дает другую листву. Более интересную, более красивую. И, честно скажу, надводное содержание его бикус, это более перспективно, более красиво, более экзотично. Ну, лично для меня, как для мастера по флорариумам, аквариумные растения в иммерсной форме это дополнительная база, применяемая к посадке. То есть, за счет аквариумных растений я значительно расширил возможности создания композиции. Ну, вот они, герои сегодняшнего мастер-класса. Две лабикусы, одинаковые начинки, но с разным способом посадки растений на их поверхность. Вот. Созданные по патенту ОМАН, они откуда-то придуманы, да. Вот. Патенту, который запатентован еще 22 мая 2008 года. И с тех пор он лежал в открытом доступе. Я его обнаружил еще где-то в середине 2013 года. Передал Юрий Христенко. Юрий Христенко с коллегами перевели его на русский язык. Вот. И на сайте аквариум.ру с 2013 года, а в этом году уже стукнет 6 лет, вот, это все лежит в открытом доступе. Только ленивый не мог найти и ознакомиться. Вот. Вот. Но, если вас шокировала начинка из того же самого верхового торфа, то, ребята, следующий мастер-класс по патенту ОМАНа вас просто вгонит в шок. Это будет шок в обе вкуса от Такаши ОМАНа. Смотрим ровно через неделю. В это же время, в 19.00 по московскому времени. Всем пока. До свидания. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok